Всем привет, меня зовут Максим Ярушкин, это канал GoFingerStyle. Сегодня я расскажу о семи врагах гитариста или что именно вам мешает заниматься. Итак, враг номер раз, это, конечно же, высота струн над грифом. Даже бывало гитаристы, которые там 3, 5 или 7 лет играют, они бывают очень удивлены, как так низко можно сделать струны над грифом, чтобы было, наконец-таки, удобно. Но что уж говорить о тех бедных людях, которые занимаются там 2-3 месяца или полгода и не могут никак, например, зажать баре. Причина может быть не в вас, не потому, что у вас там руки не из того места растут, как вы можете уже о себе начать думать, а потому что высота струн реально большая, и это мешает играть. Что в такой ситуации делать? Если вкратце, то вы можете отнести свою гитару в мастерскую, чтобы профессионал сделал все за вас. Либо вы можете сделать это самостоятельно у себя дома, никаких специальных приборов не нужно, это довольно-таки легко, просто нужно сделать все правильно. О том, как сделать все правильно, написано в отдельной статье. Я ссылку на эту статью помещу где-то вот здесь вот на экране, либо смотрите в описании видео. Второй неприятный момент, который многие-многие недооценивают, это старые струны. До сих пор жив такой миф, что струны на гитаре менять почти не надо. Меняйте струны хотя бы раз в полгода. Не ради меня, а ради того, чтобы вам было играть приятно. Во-первых, старые струны, они грязные, они не строят, возможно, из-за этого у вас уходит там полчаса и миллион нервов на то, чтобы настроить гитару. Они плохо звучат, то есть вам больше усилий приходится прилагать правой рукой, да и левой тоже, чтобы звучало все нормально. Ну и в конце концов, это просто неприятно. Нужно же себя как-то порадовать, освежите струны своей гитаре, будьте довольны. Например, Томми Эммануэль, как и многие другие акустические гитаристы, меняет струны перед каждым концертом, а их у него, поверьте, много в году. Третий момент, который мешает вам заниматься, возможно, вы это не осознаете, но это может быть правдой. Вам ваша гитара просто не нравится. Не нравится, как она выглядит, как она звучит, как она у вас в руках лежит, неудобная, может, для вас и так далее. Я советую вам вообще забыть о такой компоненте, как гитара для обучения. Вам должно быть все удобно и комфортно, и в удовольствии. А не такая политика, типа, вот я на этой гитаре научусь играть, а потом куплю нормальную. Может, вы даже не дойдете до того момента, когда скажете, да, я научился играть, мне нужна новая гитара, именно из-за того, что у вас сейчас неприятный инструмент. Я не говорю о том, что это должен быть какой-то суперпрофессиональный, там, мастеровый, гибсон, американский, французский, не знаю, какой-то суперинструмент. Это просто должно быть достойный инструмент, достойного качества, достойного звучания и достойного удобства, чтобы вам было приятно его держать в руках и приятно слышать себя, как когда вы играете, так и на видео со стороны. Почему бы нет? Записал, послушал. В конце концов, скоро Новый год, так что можете не стесняться побаловать себя новым инструментом, подарочком таким, или заказать, написать письмо Деду Морозу. В принципе, с технической стороной мы закончили, у вас отличная гитара, отличная высота струн, отличные сами новенькие, замечательные струны. Что вам может помешать? Вам может помешать враг номер 4, это отсутствие ритуала занятий. Что значит вообще отсутствие ритуала занятий? Например, вы знаете, что каждый вторник, четверг и пятницу, там, в 4 вечера никого нет дома, вы можете спокойно позаниматься и дальше идти на пробежку, например. Или вы приходите после пара, кушаете, потом занимаетесь и только потом делаете свои остальные дела. Или наоборот, вечером вы пришли с работы и перед тем, как лечь спать, сели на гитаре по 30 минут позанимались, то есть это ваше время, которое у вас никто не может отнять. Должен быть такой ритуал, когда вы там открываете чехол или снимаете гитару со стены, садитесь, расслабляетесь и вот погружаетесь в занятия, ни о чем другом не думаете. Само собой это лучше делать каждый день, если вы действительно хотите прогрессировать и радоваться своим результатам. И плюс не забудьте сказать вашим домашним, если вы живете не один, то что «Друзья, я давайте поиграю на гитаре, не беспокойте меня, пожалуйста». Ну и с предыдущего вытекает следующий враг, это паузы в занятиях. Я не имею в виду, что вы там занимались там 3 месяца, потом на год забросили гитару, потом вернулись, это само собой. Я имею в виду, что вы занимаетесь 5 минут, например, тут бац, у вас звонок или какой-нибудь смс-ка или ватсап, или кто-то сказал «сходи, мусор выкинь» и так далее. То есть если вы занимаетесь 5 минут, потом на что-то отвлеклись, и потом занимаетесь 5 минут еще, это не значит, что вы занимаетесь 10 минут. Это значит, что вы занимаетесь 2 раза по 5 минут, потому что концентрация полностью теряется. Ну, возможно, полностью только у меня, а у вас не полностью, но, короче, это хуже намного. Это значит, что перед тем, как вы садитесь заниматься, нужно, как я уже сказал, сказать всем, что я иду заниматься, отключить оповещение, мобильный поставить на беззвучный. Ну, позвольте себе там 30-40 минут не иметь контакта с внешним миром, только вы и музыка. Именно из-за большого количества отвлекающих факторов многие не могут работать по фрилансу дома. Для этого и создали такую штуку, как коворкинг, чтобы ты мог сконцентрироваться. Шестой враг гитариста, вы не поверите, но это грязные руки. У меня, на самом деле, было часто такое, когда я учился играть, думаю, чё к чему? Вот я поил её мандаринку, у меня сок засох на пальцах, и как-то сегодня уже пальцы не такие беглые, как вчера. Может, я не сделал какие-то упражнения для разминки? Нет, на самом деле, сходить помыть руки, и всё, и отличные пальцы у вас будут. И, конечно же, у вас будут отличные чистые струны, их жизнь продлится. К тому же это очень приятно. Помыли руки, освежились, и вперёд. И последний враг на сегодня — это тот факт, что вам придётся много учить зубрить. Зубрить аккорды, там, знаете, есть книжки типа «10 тысяч гитарных аккордов», табы, зубрить ноты. Я имею в виду вот именно музыкальный текст. Бой, типа стрелочки вверх-вниз, заглушка вниз-вверх, заглушка вниз. Пауза. Ну а как этого не учить, как это избежать? Это же есть, это же все учат. Как? Вам нужно просто проникнуть в суть того, что вы воспроизводите. Например, если это бой, то вы должны понимать, что это не верх-вниз-пауз, заглушка и так далее. Это какой-то ритмический рисунок. И есть методики для того, чтобы выучить, как играть ритмические рисунки. И этой методикой можно пользоваться, чтобы играть не только одну единственную песню, которую вы сейчас учите, но и вообще, в принципе, любую песню. Или если вы играете там по табам, по нотам, конечно, надо будет какую-то часть учить, но вам будет намного легче, если вы будете понимать, что за тональность сейчас, какие аккорды в этой тональности вы обыгрываете, какие ступени и так далее. Это можно сравнить с тем, как, возможно, вы помните в детстве, если вы слышите песню на английском языке, вам она нравится, вы начинаете учить текст, точнее не текст, а вы начинаете учить Let me speak from my heart, my darling и так далее. То есть, просто звуки. Согласитесь, что если бы вы учили бы английский язык, то вам бы и песню легче было бы и понять, и запомнить, и не только эту одну песню, вообще все песни. Так что просто относитесь к процессу запоминания песен, композиции и так далее с пониманием. И тогда вам не придется много учить. И восьмой пункт. Напишите, пожалуйста, в комментариях свой, что именно вам мешает заниматься. Возможно, вы сейчас подумаете, и вы такие типа Точно нужен преподаватель. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вы убьете или уже убили всех своих врагов, которые вам мешают заниматься на гитаре. И вы будете заниматься в удовольствии, в радость и будете прогрессировать. Если вы реально любите прогрессировать, то нажмите подписаться, пожалуйста, и нажмите лайк под этим видео, и расскажите своим друзьям о нем. Они должны знать. Еще раз спасибо и до следующего четверга. Пока-пока. Кстати, раз у нас Новый год, Рождество, волшебство и так далее, то вы можете сделать такой подарок, как сертификат на уроке гитары. Подарок для себя, для близкого человека, для друга, который уже давно хочет, но никак не решается. Записаться на уроки. В общем, все подробности по этим сертификатам вы можете узнать лично у меня, в личных сообщениях, либо в почте. Все контакты традиционно в описании к видео. И все, на этот раз уже точно. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова